приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы канал расположен на юге украины в городе измаил это юг одесской области и сегодня авторы канала хотят поделиться с вами очень интересной темой и она посвящена картофелю три года назад осенью нам достались 5 килограммов картофеля аризона первой репродукции в 2020 году весной мы его посадили и как были удивлены этому картофелю собрав около 60 килограммов часть оставили на семена но зная что нужно высаживать семена из другого региона так кстати мы делали раньше когда родители были живы они жили на севере одесской области и мы все время менялись семенами картофеля но вот нету сейчас такой возможности и вот мы стали искать семена в интернете нашли и купили 20 килограммов получили но первая попытка была неудачной семена оказались совсем не семена мягко выражаясь отправили мы предприятию видео с тем что они нам прислали оказалось что из-за непрофессионализма сотрудников нам перепутали картошку ситуация была исправлена и мы получили семена аризоны во второй половине ноября я дала слово что не буду называть предприятие и выполняю это слово свое обещание в апреле 2021 года в благоприятный день тельца мы посадили аризона это был апрель месяц и все помнят как мы ее садили и посадили в этот же день и два других сорта картофеля несмотря на то что весна была холодной очень долгой и июнь прохладный и дождливый у растений картофеля именно аризоны да и те два сорта которые мы также купили у у них тоже шел нормально процесс вегетации правда из-за частых осадков мы раз в неделю профилактически это у нас правило проводили опрыскивание растений картофеля растворами с трихофитом это триходермин и гаупсином это биофунгициды прекрасные биофунгициды дважды проводили профилактические обработки растений биоинсектицидами то есть против вредителей это у нас был скарада м большой урожай аризоны более 230 килограмм из 20 килограммов которые мы получили порадовал нас вот сейчас когда мы уже начали на прошлой неделе копать картофель он полностью вызрел ботва высохла в результате физиологического завершения вегетации болезней ботвы мы не наблюдали с одной стороны этот сорт устойчив к раку картофеля к морщинистой мозаике к золотистой картофельной нематоде к парше обыкновенной и кстати у него средняя устойчивость к фитофторозу ну а с другой стороны мы поддерживали с помощью биопомощников биофунгицидов трихофит и гаупсин здоровый фон в период всей вегетации на грядке единственное что у нас по-прежнему проблематично это картофельная моль в этом сезоне благодаря постоянной работе с почвой рыхление почвы было окучивание посадки картошки и рыхление трещин вокруг растений картофеля уже когда он начал нарастать и набирать вес картофелины и вот все это нам удалось с помощью этого удалось все таки уменьшить поражение картофельной молью картошечки технология выращивания картофеля у нас уже несколько лет одинаковые мы уже на нашем канале рассказывали об этом и показывали как мы делаем всегда одинаково и дает хорошие результаты вот осенью мы проводим всегда ускоренный севооборот с помощью посева семян седиратов в основном это горчица и масличная редька а весной при посадке в борозды посыпаем мясокосную муку рыбную муку а также кормовые дрожжи получается я рассчитала где-то по 100 граммов каждого продукта на один погонный метр борозды просыпаем борозду и столько же то есть 100 граммов просыпаем в борозде удобрение которое называется курник из куриного помета сейчас продает обработанный качественный продукт качественное удобрение во время вегетации совместно с защитниками при опрескивании мы добавляли в растворы жидкие органические удобрения минералис украина так называется предприятие это были микро минералис и картофель специально для картофеля это были фосфор калий бор и калий очень удобные кстати удобрения всего-навсего по 15 миллилитров этого удобрения сочетание я делала то одно другое я все это показывала рассказывала в нас есть видео но вот всего-навсего одно удобрение надо 15 миллилитров и на 10 литров воды и достаточно чтобы через листья доставить растению именно те нужные питательные вещества которые в данный период вегетации ему нужны о технологических моментах я практически рассказала а теперь о самой картошечке красавица аризона во время вегетации всегда она зеленая подтянутая красивые кусты с большие кусты иногда цветет не всегда они все цветут но красивые темно-зеленые листва и такие же красивые у нее клубни это столовый сорт голландских селекционеров фирмы агрика имеет вот форму такую овальную в кусте созревает более 10 картофелин самые большие в этом сезоне 2021 года имели вес около пол килограмма были отдельные экземпляры которые имели больше вес кстати большие клубни растут на грядке там где почва пушистая такая структура у нее очень хорошая а вот глинистая почва угнетает картофель поэтому сразу же после уборки картофеля улучшаем структуру почвы и удобряем землю с помощью закапывания в борозды соломы в солому добавляем растворы триходермина брашку из пекарских дрожжей с органическими различными остатками фруктов и старыми компотами чтобы ускорить переработку соломы и сюда же добавляем готовим растворы еще в 10 литров воды добавляем 5-6 столовых ложек сверху аммиачной селитры тоже растворяем вот это все поливается солома всеми этими растворами вот это все вместе ускоряет переработку соломы это прекрасный деструктор целлюозы который позволит нам получить хорошую такую плодородную почву и пушистую почву к следующему сезону но вернемся к аризоне картофель имеет отличный вкус в любом блюде содержание крахмала у него от 14 до 17 процентов пюре просто восхитительное борщ очень вкусный наваристый жаркое из картофеля обалденно вкусное вот любое блюдо а печеный картофель аризона разве это можно описать это просто очень вкусный картофель с детства в любом виде это аризона из тех картошек которые вот у нас были в детстве цвет мякоти у нее конечно по сравнению с той картофель с той картошкой которая была в детстве она не белая а вот светло-желтоватая кожура у нее гладкая и тоже такая светловато-желтоватая еще один важный момент пожалуй один из главных аризона средний спелый сорт период созревания составляет от 80 до 90 дней вот мы ее посадили в середине апреля всходы долго шли потому что холодная почва очень холодно было но вот вот эти 90 дней практически с момента всходов и до получения уже созревшей картошечки вот этот период созревания соответствует тому что дается в характеристике этого картофеля при нынешних климатических условиях этот сорт подходит для выращивания для многих регионов тем более у нас на юге украины в одесской области ну и для других регионов тоже подходит потому что это и средне ранний сорт мы успеваем в короткое лето высадить и получить естественно хороший вырожай картофеля селекционеры позаботились о том чтобы этот картофель был устойчив к резким кстати погодным условиям и хорошо хранится у нас осталось несколько картофелин с прошлого года с прошлого сезона и они вот сейчас я их уже достала и показывала в предыдущем видео о том как у нас что какая уборка какой картофель мы получили так вот этот картофель вот он хорошо хранится вкусный красивый великолепный в работе устойчив к ряду грибковых заболеваний которые просто вырубают обычный картофель из клеи после первого же дождя в июле месяце начале августа вот это все характеристики вот этого картофеля о котором мы сегодня вам рассказали а мы это авторы этого канала раиса горяченко и александр волик мы прощаемся с вами до следующей встречи на нашем канале в новом видео